Начинаем нашу очередную прогулку по Старому Иркутску, как всегда, с рынка. Ну что, вперед! И потихоньку расскажу, что я вижу. И что-нибудь нарисую, и что-нибудь сфотографирую. Сегодня у нас, дай бог вспомнить, 9 января 2019 года. Вот, кстати, и трамвай. Мне так нравятся эти наши трамваи иркутские с голыми девками из американских журналов PINAP. Кстати, знаете про этот стиль вот этих девушек, которые стоят, он в той позе такой интересный, видите, да, в голубых штанишках? А вот, ну вот эта девочка симпатичная, вот эта, да, ну весь Иркутск, а вот, да, вот эта вот девушка, да. Вот так вот, это город Иркутск. PINAP. Рассказываю предысторию. Вообще PINAP это от слова прикалывать, да. Но уже великий русский язык, я не перестаю ему поражаться. Ведь PINAP это не просто прикалывать, это еще и прикалываться. А название этого стиля вот этих вот девочек гламурных из, по-моему, послевоенных или где-то таких 40-х, 50-х годов стиля американского такого джаза пошло и взяло, ну, короче, начало от журналов. Это американские журналы, когда еще фотографии не так были распространены. Одни художники делали такие вот красивые рисунки гламурных девочек. Короче говоря, а солдаты американские, которые попозже там и во Вьетнаме воевали, и вообще прикалывали этих девочек, эти вот обложки журналов вырезали и прикалывали их к себе на стене в казарме. Что уж они потом делали, глядя на этих девочек, мы можем только догадываться, да. Но то, что они весьма эротичны и по тем временам, можно сказать, почти портографичны, да, это безусловно. А на сегодняшний день они такие милые и симпатичные. Вот отсюда произошло название этого стиля пинап. Вот этот стиль пинап почему-то вот теперь у нас на трамваях на Иркутских, в далекой-далекой Сибири. Вот это яркий пример вообще, ну, не то чтобы без скушицы, а полной путаницы вообще стилистической, которая происходит в нашей жизни. Девочки из американских журналов, вот эти вот гелл на дверях иркутских трамваев, зимой, холодной. Это вообще очень интересно, это вообще очень забавно. Вперед по Иркутску!